кожа состоит из трех слоев эпидермис дерма и гиподерма или подкожные клетчатка эпидермис это многослойный плоский оравливающий эпителий в зависимости от вида эпидермиса кожа делится на толстую и тонкую толстая кожа это ладонь и подошвы там где механическая нагрузка а тонкая кожа это все остальные части тела вот рассмотрим кожу ладони в эпидермисе выделяют пять слоев базальный слой это комбиальные клетки когда они делятся в момент тело фазы перетяжка происходит параллельной базальной мембране одна дочерняя остается базальной и сохраняет связь базальной мембраны а другая дочерняя перемещается вверх затем шиповатый слой никаких шипов в реальности там нет но когда делается спиртовая проводка препарата то клетки сжимаются в ходе спиртовой проводки а те места где они касаются друг друга дисмосомни остаются и получается как бы такие выросли на концах которых дисмосомни в реальности этого нет это артефакт приготовления препарата такое название сохранилось некоторые клетки шиповатого слоя тоже могут делиться затем зернистый слой здесь клетки накапливают гранулы кератина и тонафиламента затем листящий слой здесь клетки перестают быть клетками и превращаются в роговые чешуйки это подклеточные структуры и затем роговой слой роговые чешуйки постепенно сдвигаются к верху и потом улетают в атмосферу теперь рассмотрим дерма дерма делится на два слоя сосочковый и сетчатый сосочковый слой это рыхлая волокнистая соединительная ткань с некоторым избытком коллагена а сетчатый слой это плотная неоформленная соединительная ткань те вот места где дерма вторгаются в эпидермис вот эти я показываю называются сосочки дерма ничего не нужны они нужны для того чтобы базальные мембраны имел такой неровный вид а это в свою очередь нужно для того чтобы был избыток базальных клеток базальные клетки комбиальные и чем их больше тем быстрее заживают микротрассы такая вот логика также в дерме мы можем видеть потовые железы и их проторки вот как выглядит такая кожа в реальности кожа ладони кожа ладони эпидермис и дерма сосочковый слой и сетчатый а вот как выглядит тонкая кожа которая на остальных участках тела сосочки дермы и и видим что роговой слой роговой слой он более тонкий теперь производные кожи производные кожи это волосы ногти и железы как устроены волосы вот уже видно видно здесь очень хорошо показана тонкая кожа и очень тонкий роговой слой та часть волоса которая торчит от кожи называется стержень а та часть которая скрыта под кожей называется порем вокруг волосы находится эпителиальное корневое влагалище а еще снаружи волосяная сумка и соединительной ткани нижняя часть волоса откуда он растет называется волосяная луковица волосяная луковица в нее выдается волосяной сосочек из рыхлой волоконистой соединительной ткани к волосу привыкают сальная железа выделяющие кожное сало смазывающие волосы и там же находится мышца поднимающая волосы это гладкая мышца которая работает по холоду или по адреналину когда животное испытывает холод мышцы поднимающие волосы сокращаются шерсть поднимается и увеличивается воздушная прослойка что приводит к улучшению теплоизоляции отсюда выражение отсюда эффект гусиной кожи при переохлаждении и когда животное пугается также шерсть встает дыбом животное увеличится в диаметре и это может привести к тому что хищник может передумать это животное есть отсюда выражение от страха волос на голове дыбом стали а это 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 давал это такой же волос только срезанный под углом ну вот как вот как выглядит волос выглядит кожа с волосом в реальности ведь очень тонкий роговой слой это тонкая кожа это сальные железы а это жировая клетчатка теперь пару слов про кожные железы кожные железы бывают трех видов молочные сальные и потовые потовые железы бывают двух видов мерокриновые и апокриновые мерокриновые железы находятся по всему телу и выделяют гипотонический оствор их функции терморегуляции вода с небольшим количеством солей работает работает в бане при жаре и никаких неприятных запахов как правило не вызывают а апокриновые железы находятся в области промежности и в подмышечных пазинах они выделяют секрет содержащие органические вещества и этот секрет может сопровождаться неприятным запахом эти железы требуют антитоспиранта они достались нам в наследство от наших обезьяноподобных предков эти вещества которые выделяются этими железами служили для сексуального привлечения особей противоположного пола а нам эти железы только мешают требует применения косметических средств теперь ногти но вот имеет ногтевую пластинку ногтевой валик здесь находится ногтевая матрица зона роста ногтя и ногтевое ложе и нужно сказать кое-что касательно бытовой медицины одна из частых причин обращения к хирургу поликлиники это нагноение дистальной фаранги нагноение пальца называется паналицей и одна из частых причин это появление ну гноя вот здесь вот под ногтями чаще всего эти устранства это либо люди ручного труда какая травма на работе либо девушки делающие манеку если такая неприятность случилась боль в этом месте глубиной то ну если ситуация не запущена нужно оттянуть большим пальцем кожу открыть это пространство и рассунуть палец в стаканчик с гипертоническими растворами а потом обработать целецилом спирта но если ситуация запущена ясное дело надо идти к врачу чтобы этой ситуации избежать нельзя делать маникюр или педикюр не произвести дезинфицированными инструментами перед маникюром или педикюром нужно обработать инструменты все инструменты салициловым спиртом это спиртовый раствор салициловой кислоты он продается в любой аптеке стоит копейки не обязательно нужно его дома иметь использование такой бытовой дезинфекции инструментов на этом конец